Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна. И сегодня я предстала перед вами вот в таком необычном образе, потому что с утра пораньше я снимаю обзор новинок каталога 8. Вчера вечером муж мне привез посылочку, и, конечно же, я успела уже попробовать новинки и спешу поделиться с вами своими впечатлениями. Сейчас на лице вы видите у меня вот такую маску InstaGlamour в оттенке фуксия. Ну, чтобы вы не лицезрели меня вот такую красивую на протяжении всего видео, меняем кадр. Итак, макияж творит чудеса, не так ли? Ну, что ж, продолжим с вами мой рассказ. И, конечно же, в первую очередь я покажу вам виновницу торжества 8 каталога, которая находится на обложке непосредственно самого каталога. Эта маска InstaGlamour, она представлена в трех оттенках, серебро, фуксия и золото, объем 30 мл и цена 399 рублей. Все эти три маски одинаковые, отличаются лишь цветом, да, золото, серебро и фуксия. Что хорошего в этих масках? Здесь есть экстракт алоэ, алоэ вера, 10% геля алоэ вера. Также здесь 8 аминокислот. Среди них аланин, лизин, серин, глицин, аргинин. То есть на кожу оказывает такое хорошее воздействие данная масочка. Ну, что я могу сказать? Давайте покажу вам ее поближе. Приходит маска вот в такой упаковке. Смотрите, сияющая, здесь такой диско-бол, искрящаяся маска для лица. Почему стоит попробовать эту маску? Спрашивает у нас Фаберлик и сам же отвечает. Во-первых, это красиво, во-вторых, необычно, в-третьих, весело, ну и в-четвертых, они дарят коже необходимый уход и отличный результат. Лицо сияющее, красотой и здоровьем. Ну, в общем-то, это здорово, это весело, это интересно. На этом все. Это маска-игрушка, маска для разнообразия, для развлечения. Действительно, она смотрится стильно, да, сам флакончик смотрится стильно. Здесь крышечка такая плоская, маска будет стоять у вас. Вы наносите эту маску, ждете 10-15 минут и смываете ее теплой водой. Это не маска-пленка. Когда я только открыла коробочку, я почувствовала сильный парфюмерный аромат. И на самом деле запах вот этой маски очень напоминает мне какой-то парфюм, то ли из Арифлейн, то ли из Эйвен. И когда она высыхает на лице, вы ощущаете насыщенный аромат какого-то ярко парфюмированного, то ли крема для рук, то ли крема для тела. Аромат цветочно-фруктовый, но он очень теплый, такой скорее зимний. Ну вот на мой вкус, да, на мое ощущение. Вы смываете эту маску и имеет перефекта, я не заметила. Вы можете купить в два раза дешевле маску от Биомика, маска сливки, или можете увлажняющую маску Аксиологи купить и получите тот же самый результат. В общем-то, стоит эта маска в объеме 30 мл своих денег? И буду ли я покупать ее повторно? Нет. Если вы гений Инстаграма, если вы любите селфи и как-то разнообразите свою ленту постоянно, да, возьмите. Действительно, она смотрится неплохо. Я наносила ее не очень толстым слоем. Если нанести вот в два, в три слоя, то, конечно же, покрытие будет более плотное, более яркое. Но по расходу она примерно такая же, как маска с древесным углем от Beauty Lab. То есть я не могу сказать, что у нее какой-то очень экономичный расход. И, ну давайте, я же вам ее не показала, да, так, воочию. В общем, вот такой вот тюбик. И вот она, эта маска. Блестящая, перламутровая. Ну, такой очень, достаточно, знаете, насыщенный парфюмерный у нее аромат. Ну вот вы разносите эту масочку. Если тонким-тонким слоем, то она практически незаметна. И что могу сказать, после того, как я умылась, я помыла посуду, да, позанималась домашними делами. И потом села наносить макияж, и я чувствовала от рук вот этот аромат. Поэтому, если вы не любите в уходовых средствах яркие, насыщенные ароматы, то я вам не рекомендую. Не рекомендую эту маску. Ну, в общем-то, как разнообразие, да. Как какой-то супер-вау-эффект, нет. Как средство для ярких селфи, да. Как экономное средство, нет. В общем-то, выбирайте, смотрите. Дальше, следующие новинки, которые я хочу вам показать, это гели для душа. У нас появляется новая коллекция гелей для душа. И примерная цена 99 рублей. Здесь у нас 5 ароматов. И эти новинки позволяют нам путешествовать, не выходя не просто из дома, а не выходя из вашей ванной. Ну, давайте начнем. Начнем по порядку. Как они у меня стоят, да, тут на полочке, так и буду показывать. Все гели в объеме 250 мл. И имеют вот такую вот удобную, на мой взгляд, форму продажи. Флакончик точно такой же, как у шампуня серии Эксперт. И удобно с такими гелями будет на самом деле путешествовать, да, куда-то в спортивную там сумку, в чемодан поставить, положить. Они много места не займут. Что хочу сказать. Вчера я уже успела воспользоваться одним из этих гелей. Пену дают очень упругую, очень мягкую. Кожу не сушат. И хорошее пенообразование гелей идут с СЛС. Но, когда вы моетесь, да, используете этот гель для душа, то создается впечатление, что это кремовый гель для душа. На самом деле, он такой мягкий, пена такая мягкая. И я была, в общем-то, приятно удивлена. Но теперь поближе о ароматах. Бали. Это у нас личи и франжепани. Здесь сзади очень красиво написано про каждый гель для душа. Там шумит океан, лучи солнца ласкают вашу кожу. В общем, если закроете глаза и все это представите, то вот такую минутку релакса вы действительно получите. Что могу сказать по запаху? Вот этот гель для душа очень ярко пахнет личи. В линейке путешествия к солнцу у нас был гель для душа зеленого цвета. Я помню, он был тоже там был личи и что-то еще. Вот тот был слаще по аромату. Этот не такой сладкий, больше разбавлен цветочными кисловатыми нотками, но тоже здесь доминирует личи. Если вы любите такие яркие, сладкие ароматы, где есть личи, запах какой-то газировки, в общем-то, это ваш вариант. Очень девичий, очень летний запах. В общем-то, не могу сказать, что он мой фаворит, но вполне имеет место быть. Какой гель для душа мне понравился? Это Исландия, вулканическая вода и водоросли. Ну, в принципе, что и следовало ожидать, это такой акватический, свежий аромат с легкой нотой кислинки и мяты. Ну, то есть, такой очень свежий аромат унисекс. И вот как раз моему мужу вот этот гель для душа понравился больше всего. Что ожидаемо, мне тоже этот запах очень-очень понравился. Я люблю такие маскулинные ароматы и с удовольствием сама буду им пользоваться. Что касается того, я уже читала в соцсетях, что кто-то пишет, что вот эти гели для душа, это просто перевыпуск, путешествия к солнцу нет. Ароматы другие. Это я могу вам с точностью сказать. Ни один из ароматов, ну, вот аналогично не повторился. Как у нас бывало, например, в зимней коллекции гелей для душа, да, где тут же штрудель с мороженым перевыпустили и сделали гель с мышкой. Нет, это не то. Совсем не то. Дальше, Непал, Сандал и Лотос. Вот этот гель для душа пахнет очень ярко и по своему запаху напоминает мне гели для душа компании Арифлейм, линейки Дискавери, да. Тоже путешествие. И вот какой-то гель для душа там пахнет практически 98% точно так же. Я не могу сейчас вспомнить, какой это гель для душа, потому что я их перепробовала все. Я не помню, какой, но вот что-то очень напоминает мне Арифлейм. Дальше. Один из любимчиков. В общем, мои два любимых геля это вот Исландия и Австралия. Мужу понравилась Исландия, нам, сынам, больше всего, наверное, все-таки Австралия. Очень теплый, солнечный аромат, доминирует здесь орех Макадамия. Он такой сладковатый, пломбирно-медовый запах, причем я не люблю мед, но вот здесь, мне кажется, есть вот эта капелька медовой одушки и прям совершенно по-другому этот запах играет. Он очень здорово раскрывается, недолго остается на коже, ну минут, может быть, 5-10 после принятия ванны. Ну это шикарный аромат. Если вы любите ореховые, теплые запахи, такие солнечные, мягкие, здесь Макадамия и Маринго, доминирующие ноты, то вам понравится. Вот вы видите, как раз вот этим гелем я вчера пользовалась, за одно применение вот столько я израсходовала. В общем-то, рекомендую вот этот гель для душа, мне очень нравится. И судя по отзывам в соцсетях уже, как раз вот этот гель для душа будет у нас лидером продаж. И последний аромат это Мексика, голубая агава и пассифлора. Вот про этот гель для душа, ну как бы помягче выразиться. Вот честно, здесь написано, что нас на пляж куда-то перенесет, на бескрайний пляж, где бирюзовые волны. Но вот для меня это запах котика, скажем так, да, помягче выразиться. То есть я когда попробовала вот этот аромат, я, ну вот прям для меня он не то чтобы, ну не совсем, да, мой, ну нормальный. Для меня вот этот запах прям неприятный. Дала мужу понюхать, я говорю, ну пахнет котиком. Он говорит, да нет, говорит, ну какой-то не очень, говорит, ну не вонючий. Я говорю, а вот для меня вот прям неприятная ассоциация. В общем, этот гель для душа я дарю мужу. Как вы понимаете, пусть он и моется, я даже вот не хочу, мне неприятен этот аромат, прям неприятен. В общем-то, ну конечно, это все на вкус и цвет, понятное дело, поэтому пробуйте, тестируйте. Может быть на пунктах выдачи у вас будут эти ароматы, да, вы сможете попробовать их. Но в целом линейка мне понравилась и надеюсь, что она будет расширяться. Последнее, что хочу вам показать, к сожалению, не масло для губ, не ополаскивателя для полости рта. В новинках у нас в регионе не было. Я очень расстроилась, потому что хотела заказать два оттенка масла и ополаскивать или вам показать. Но, увы и ах. Но зато я заказала линейку Гринли. Конечно же, это линейка Домашний Гном Гринли. Такая вся эко-эко линейка, прямиком к нам из Голландии, на 25 стирок. Пятновыводитель. Его я еще не пробовала. Если вам интересно провести тест-драйв с порошками, с пятновыводителем, напишите. Я думала провести, но посмотрела, что на YouTube уже очень много подобных роликов. Если вам интересно именно в моем исполнении, да, и мой отзыв, то я сниму. Напишите об этом в комментариях. В общем-то, ничем не пахнет такой гранулированно-порошковый пятновыводитель. Ну, что я могу сказать? Я им еще не пользовалась, да. Но, ну, единственное, про вес, да, что тут сколько получается у нас, 500 граммов. Ну, стандартный фаберликовский пятновыводитель. Мне очень нравится дизайн. Смотрите, какой милый гном. Так, но что я успела попробовать вчера? Это порошок для стирки цветных вещей. Стиральный биопорошок для цветных тканей, 26 стирок. Приходит он вот в такой вот картонной упаковке. Все такое эко-эко. Конечно же, неудобно такую упаковку хранить в ванной. Поэтому, если компания Фаберлик выпустит пластиковые контейнеры, может быть, из переработанного пластика, да, если уж следить за эко-тенденцией для порошка, вот с таким вот милым гномом, то я вот прям не задумываясь куплю, потому что, конечно, не совсем удобно вот в такой упаковке хранить порошок в ванной. Внутри вот такая мерная ложка. Здесь деление 30, 40 и 60 граммов. Кстати, пользоваться ей очень даже легко. Я думала, будет неудобно, но так зачерпываешь и прям смотришь, сколько граммов ты взял. Удобная штука, кстати, мне понравилось. Ну и внутри сам порошок. Сам порошок, он вот в таком вот прозрачном пакетике. Уж не знаю, насколько это эко, но вот что имеем. По запаху есть легкий цитрусовый запах. Вот на мой аромат, на мой нос, на мой мух, есть цитрусовый какой-то запах легкий, но он совсем нейтральный. Конечно, рядом с Тайдом, Ариэлем, каким-нибудь Биомаксом этот порошок вот даже рядом не стоял, они даже не знакомы. Я вчера задумалась, думаю, я думала, будет вообще без запаха, а у него вот легкая одушка есть. А потом, знаете, поймала себя на мысли, думаю, ты что, с ума сошла. Раньше пользовалась всякими Тайдами и даже не задумывалась о том, как они, простите, воняют, а теперь вот легкая одушка, и я уже так-так-так, Фаберлик, что-то вы нас обманываете. Нет, на самом деле аромат нейтральный и на сухом белье, да даже на влажном белье, ну вы ощущаете просто запах чистого белья, да, никакой одушки нет. Этот порошок, он биоразлагаемый. Вот, кстати, я не вижу на нем отметки 0+. Хотя, я думаю, что он должен подходить для ребятишек, да, для маленьких. Вес 800 граммов. Он очень хорошо растворяется в воде, как раз предназначен для жесткой воды. Очень хорошо растворяется в воде и здорово выполаскивается. И что хочу отметить, вот я вчера стирала, ну, такую мелочевку на руках, он пенится очень даже хорошо. У него такая обильная пена, но она достаточно быстро пропадает. И после него вещи настолько мягкие, даже просто хлопковые носки, да, 100% хлопок, я никакой ополаскиватель, кондиционер не добавляла, а носочки вот у ребенка прям мягенькие-мягенькие, как будто я их с кондиционером стирала. Вот это прям большой плюс. Ну и вот покажу вам для белых и светлых тканей. Тут тоже вот этот Гноми Гринли, но уже в белом колпачке. А вот здесь вот в цветном колпачке Гноми Гринли. Вот, а на пятна выводители он в полосатом колпачке. В общем-то, мне порошки понравились. Конечно, я буду их еще тестировать, буду тестировать в стиральной машине и отзывы выкладывать в свою группу ВКонтакте. Ссылка на группу ВКонтакте под видео. В общем-то, я надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Ставьте лайки, задавайте вопросы, напишите, пожалуйста, как вот вам вот этот гель для душа Бали, который мне совсем не по вкусу пришелся. Может быть, вы его уже протестировали, у меня какое-то странное восприятие, да? Что-то с моим носом произошло, но для меня он прям вообще неприятен, да? В общем-то, гели для душа в целом порадовали, порошки порадовали, маска, ну, игрушка, игрушка, игрушка за 400 рублей. Не знаю, ну, не рекомендую, не могу я вам рекомендовать ее, только если с целью поселфиться. Вот, одно и то же говорю уже 10 раз. В общем-то, спасибо за то, что посмотрели мой обзор, была рада вас видеть и слышать, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!